Она его схватила, хотела нанести удары. И смотрю, они уже стоят, и как бы Диандрюша уже ударил Саня лбом, получается, верну по лицу. Взяла в руку бутылку и разбила ее об голову Александру. Поворачиваюсь, они уж подъехали. Вылетели с машины, но рев такой, опять гул дикий. Я видела, как она начала налетать вообще на незнакомого парня, который от нее убегал с криками. Так как я стоял крайним к воротам, я увидел у перелома Анны в руках нож. 7 числа я вместе с Александром Казаковым пошли в клуб, находящийся в село Делюн. Ну и все собрались, ну как обычно, наши деревенские жители. Проводились конкурсы, как обычно, ну поздравления. Потом началась дискотека. А потом тетя Аня начала оскорблять Сашу. Этот конфликт начал разводиться больше. Анна потянула Александра на себя. Хотела как нанести удары. Как бы мы ее тут успокоили, все. И они сидели все дальше, нормально все разговаривали. Тут слышу опять как бы такой крик-крев. Уже муж, получается, тетя Аня Диандруша. Начал с Саней Казаковым уже, типа, Саня виноват из-за всего. Тут все потом опять уже утихло. И смотрю, они уже стоят. И как бы Диандруша уже ударил. Саню лбом получается, ну по лицу. И все, и тетя Аня подлетела. Тут эта драка завязалась. В момент драки тетя Аня схватила со стола бутылку. И разбила ее об голову Александру. Тут Саня упал. Мы все толпой держали. Я уже кричала, все, выходите из клуба, клуб закрывается. Мы повели Александра Казакова ко мне домой. Для того, чтобы обработать ему голову. После чего мы вернулись к клубу. Ну, соответственно, клуб был закрыт. С Артемом Переломовым подъехали к завклубу. И зашли к завклубу с Казаковым Александром. Когда мы взяли ключ, начали садиться в машину. Александр открыл дверь в машину, хотел сесть. И его в этот момент из машины выдернул Андрей Переломов. Начал оскорблять. Начал первым замахиваться на него. И, получается, они разобрались. Дядя Андрей схватил Сашу за горло и начал душить. Мы их, когда с Артемом раздняли, я повела дедя Андрею домой. Там вышла его жена Аня. Они что-то там перешипнулись или что ли, я не слышала. Далее все мы уехали в клуб. Подъехали к клубу, но ключ у нас забрали. Андрей съездил за завклубом сам, чтобы он открыл клуб. Они приехали, открыли клуб. Андрей забрал там что-то. После чего, через 15-20 минут, я увидел, как Переломов Андрей выгоняет машину из гаража. Я сразу пояснил это Екатерине Куценко, что клуб нужно закрывать, потому что иначе будет дальше разборка. Закрыл я тут его. Поворачиваюсь, они уж подъехали. Из машины вылезли четверо человек. Это были Переломов Андрей со своей супругой и Рубцова Анжела со своим гражданским мужем Беловым Игорем. Вылетели с машины на рев такой, опять гул дикий. После чего быстро начали забегать в ограду. Так как я стоял крайним к воротам, я увидел у Перелома Анны в руках нож. Слава ко мне сзади подбегает, хватает меня за руку и все, и мы по задним дверям оттуда ушли. После чего я был за оградой. Именно то, что происходило в ограде, я пояснить не могу, так как была на улице ночь. Далее с ограды выбежал парнишка, который приехал с Андреем, и держался за руку, и попросил у меня, чтобы дать ему там переезжать в руку. У меня подходящего ничего не было, были только влажные салфетки. Я ему прижал раму, сказал держи. Далее я выехал на дорогу, посадил Екатерину Куценко, с супругом, со Славой Куценко, и повез я их до дома. Высадил их дома, развернулся, когда я поехал обратно, оттуда уже уезжала машина Лобача Андрея, в сторону ПГТ Кокуй. Там оставались только те люди, уже наши, получается, делюнские. Я останавливаться там не стал, проехал мимо и уехал домой. Что еще хочу пояснить, что в таких моментах ранее, можно сказать, за пять лет прошлое, когда происходят какие-то нюансы, вот такие конфликты в нашем селе Делюн, постоянно фигурируют эти люди. Поясните, какие люди. Переломов Андрей со своей супругой, Крупцова Анжела, в общем, это все.